С каждым годом все сложнее и сложнее становится добывать нефть. Залежи так называемого черного золота находятся в трудноизвлекаемых зонах, в которые невозможно пробраться с имеющимися технологиями. Но для казанских ученых нет ничего невозможного. Они разработали методику, позволяющую добывать максимальное количество нефти, содержащейся в пласте. Перед ассистентом кафедры разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Алексеем Сорокином стояла цель – выявить наиболее надежный метод для добычи нефти из труднодоступных зон. Таких месторождений по всему миру очень много, и для нефтяных компаний до сих пор разработка подобных территорий остается актуальной. Алексей Сорокин поделился своим комплексным подходом о добыче нефти в таких местах. Запасы в таких сложных пластах и так далее, они совершенно довольно-таки большие, и доля их растет по сравнению с традиционными запасами. Поэтому одним из перспективных методов разработки таких месторождений запасов являются газовые методы, то есть это газовое воздействие и водогазовое воздействие. Комплексный подход заключается в том, что осуществится синтез двух известных методов по фильтрации газа. Или в тонких трубах определяются также другие параметры смеси, скажем, минимальное давление, смесимость – это то давление, при котором наша газовая смесь начинает смешиваться с нефтью. При увеличении смесимости, или при полной смесимости, или при частичной, у нас и коэффициент вытеснения будет больше. Также используются параметры смесей, то есть их состав, давление заканчики и так далее. Соответственно, эти модели используют, не сказать, что противоположные подходы, но разные. Также молодой ученый отметил, что данная разработка экологична и не наносит вреда окружающей среде, что, конечно, становится для нее немалым преимуществом. Разработанную методику уже поддержал региональный финансово-экономический институт, вручив молодому ученому грант. Полина Корнеченко, Кирилл Мукаев, Универ Ньюс. Субтитры создавал DimaTorzok